Мужик-проводнику, разбудите меня, пожалуйста, перед станцией раздельной. Хорошо. Вы там выходите? Да нет, мой сосед там выходит. А зачем же вас будить? Хочу посмотреть, как он свою станцию проспит. Софа, я должна таки тебе сказать, шо мне очень нравятся мои естественные волосы, ногти, брови, кожа. Беллочка, шо Боря не дал денег? Не дал. Если бы я родился индейцем, то у меня было бы прозвище «Стремительно лежащий». Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как отомстить. В магазине. Шлома, дорогой, я так рада, что ты сейчас мне купишь эту шопку. Разве говорил это? Нет, но ты говорил, что у нас всегда мысли сходятся. Скажите, Рабинович, вы прибегали когда-либо к услугам девиц с низкосоциальной ответственностью? Никогда не прибегал. Спокойно всегда ходил. Алло, Ильцик, ты еще борешься с алкоголизмом? Таки нет, сдался. Яша, когда вы меня на чай пригласите? А шо у вас, Роза, своего нет? Если человек тебе сделал зло, ты дай ему конфетку. Он тебе зло, ты ему конфетку. И так до тех пор, пока у этого гада не разовьется сахарный диабет. Участковый. Так, придется вас судить за самоговорение. Так я ж не гнал самогон. Да? Но аппарат же есть. Тогда и за изнасилование судите. Вы кого-то изнасиловали? Нет. Но аппарат же есть. Продолжение следует...